Леша, здравствуй. Здравствуйте. Все, на работу пришел, вовремя, как положено. У нас здесь институт. Пошли. Добрый день. Как дела вообще? Нормально? Все хорошо, у вас как? Да, все здорово. Сегодня же праздник, день рождения Анны Григорьевны. Поэтому я готовлюсь, хочу снять поздравления для Анны Григорьевны. Потому что человек очень много хорошего для меня сделал. Здравствуйте. Здравствуйте. Зоя Михайловна, здравствуйте. Как дела? Что нового? Ну что, у нас сегодня, вы знаете, какое свято? Какое? Национальное. Какое? Что за свято? Вы не знаете? Нет. Национальное свято. Поднятые прапоры, все приезжали вітать один одного и вітать известную человеку. Не знаете Анну Григорьевну? Национальное юбилей. Так как, якое мое державное отношение к Анне Григорьевне? Анна Григорьевна, это моя наставница, и я ее никому просто так не отдам. Что там написали? Ну что, я хотела сказать и показать, но вы, наверное, уже знаете. Так я раньше всех знаю. Конечно, добрый суд, хорошо. О, Леша, видишь, кипиш какой сегодня. Я не успеваю вообще, это работа вала, ну, короче. О, это же и Министерство освіти тоже. Все, все, дякую, людечка. Дякую, Людмила Володимировна. Сейчас будем готувати, как положено. Привітаємо, відмітимо. Фу, ничего себе. Вот это кипиш сьогодні, 65-летняя Анна Григорьевна. Добре, будем сейчас вітати. Я еще и не раздівся. Так, сейчас хорошо подготовлюсь. Шановна Анна Григорьевна, я вас памятаю. Дякую дуже за те, что вы меня поддержали, как молодого хлопца. Теперь хочу я сам вас привітати. Стараюсь, но трошечки у нас тут много всякого. Працюють все. Это институт. Я еще не встиг зайти. Мне очень много людей говорят, что здесь свято, здесь свято. Надо вітать. Добре, сейчас передягаюсь. Леха, сейчас я передягаюсь, а мы вырежем, если что-то. Что вы мне прицепили? Что за бардак вообще это самое? Тут Анна Григорьевна, 65 років, тут бардак развели вообще. Я не могу переодеться нормально. Ё-па-р-сет-э-брэм. Что за коллектив? Я подготовился, как положено. Бейдж. Не могу раздеться нормально. Все завешано, все транспаранты. Что за... Дисциплины нет вообще в работе. Приучаю, приучаю коллектив. Нет. Не то, что... Надо стараться все-таки больше дисциплинины. Такое событие. У Анны Григорьевны 65 лет. Бывает раз в жизни вообще-то для нас. А вы мне тут налепили. Мало того, что я раздеться не могу. Я поесть толком не могу. У меня вон в холодильнике и то транспаранты висят. Что вы устроили мне за бардак вообще? В холодильнике ничего нету. Почему? Потому что некогда зарабатывать. Все отмечают праздник. Анне Григорьевне день рождения. Ну, я не знаю, как вообще. Тройелки, штыпалки. Нет. Я сесть не могу нормально. Алексей. Надо собрать весь институт сюда, чтобы порядок в конце концов навести. Вон все стенки завешаны. Анне Григорьевне 65. Какое имеет отношение к Анне Григорьевне вообще министерство там? Может еще Порошенко сюда? Это мой человек, Анна Григорьевна. Я ее должен поздравить. Мы с ней дружим. Я ей очень благодарен. А вы здесь устроили, что попало вообще? Что здесь у меня в компьютере? Та елки-палки. Нет. Вот я предупреждаю. Как? Чтобы больше такого не было. Я понимаю, что Анне Григорьевне 65 лет один раз в жизни. Но так работать нельзя. Я вон медаль даже, Порошенко мне медаль вручил. Вот. В честь 65-летия Анне Григорьевне. Я ее ни разу не одевал. Вот сегодня одену. Потому что пусть все знают, что я награжден высокой наградой. Некогда даже раздеться. Потому что бардак, на столе бардак. Институт весь праздники отмечает, празднуют. Он, кстати, забыл. Еще ж бейдж надо тоже повесить. А бейдж это специально приготовлен. В честь 65-летия Анны Григорьевны. Ой, как буду поздравлять, не знаю, Леша. Но мы с тобой должны все-таки правильно как-то подойти к этому. Бардак. Бардак. Я уже так устал. Так устал. Господи Боже. Дочка у меня ее занималась. Замечательная девушка. Часто вспоминаю. Анна Григорьевна как мне помогала. Когда я был молодым парнем, пришел в школу. Она замдиректором была. Теперь я, вон, такой начальник. А все вспоминаю, вспоминаю. Вот. Как я устал. Как я устал, Леха. Я вообще, я в шоке. Я просто в шоке. Не знаю, не знаю просто, как мне работать спокойно. Но мы с тобой должны настроиться и все-таки все равно поздравить Анну Григорьевну. Ты готов? Давай так, Леха. Замечательная женщина. Я сейчас говорю, мы все вырежем потом. Красиво, чтобы у нас было нормальное поздравление. Ты готов? Да. Все, я готов. Я, в принципе, всегда готов ее поздравить. Уважаемая Анна Григорьевна, мамочка. Я знаю вас, как замечательного человека, порядочную женщину. И очень рад, что у вас теперь все хорошо. Несмотря на то, что хотят вас поздравить из Министерства Освиты, раньше нужно было о вас думать. А теперь, когда у вас все хорошо, когда у вас дети в порядке, такие замечательные, поздно теперь, уважаемое Министерство. Теперь я буду поздравлять свою Анну Григорьевну. Анночка Григорьевна, я вам желаю еще прожить многих лет здоровья, успехов. Знаю, что вы так профессионально знаете английский, что если вы кого-то захотите послать на английский, он не вернется с того места никогда. Всегда рад, что вы меня поддерживаете. И продолжаю дружбу с вашими детьми. И еще, кстати говоря, у меня сегодня большое событие. Вы же знаете, что у меня никогда не было короны на голове. И я простой обычный человек, и могу поздравить от души. Но сегодня у меня корона есть. И пусть я сегодня буду королем в честь Анны Григорьевны. Большое спасибо, Анна Григорьевна, за все, что вы для меня сделали. Благодаря вам я имею такую корону. Всего вам доброго. Продолжение следует...